Потому что Иисус Христос с нами. Мне понравился, один евангелист к нам приехал и говорит, ну, всегда радуйтесь, написано. Это так, да? Ну, все кричат, аминь, аминь. Только не забудь сказать своему лицу, потому что наш человек такой постсовковый, да. У меня самого большая проблема была с улыбкой, потому что после армии я пришел и попытался улыбаться, мне попросили больше этого не делать. Я с тех пор очень, так, с трудом, то есть эти мускулы у меня были атрофированы. Вот, а вы знаете, сегодня я хотел так начать с служения с того, что давайте мы сегодня будем тренироваться, улыбаться, так, ну, вот фитнес сегодня для улыбки сделаем, потому что, ну, вот я для себя так открыл, это мой личный опыт, о том, что я помню когда-то, у нас когда началась такая волна пробуждения, и люди научились вот так как-то радоваться, начали скакать во время прославления, прыгать, ну, там, руки поднимать, потому что до этого никто не поднимал руки даже, понимаете? Ну, все вот так стояли, вот так вот, ну, вот это все служение, или сидя, или стоя, вот так сидя, стоя, и больше никаких движений лишних не было, и как бы руку поднимешь, и такое чувство, что тебя за это расстреляют. А тут начали прыгать, скакать, и один пастор, я даже помню, Валерий Руссо это сказал, пастор соседнего города, он говорит, мы только вот не можем понять, вот нас накрывает волна Святого Духа, и мы начинаем прыгать, скакать, такая радость приходит, и мы, ну, ликуем. Может быть, нам сперва начинать прыгать и скакать, а потом уже, и вот мы, говорит, экспериментировали, мы сперва начинали в начале служения прыгать, но, говорит, не получилось, потому что от того, что мы начали прыгать Святой Дух, не стал от этого больше, или сильнее приходить. Ну, вот улыбка – это реально исключение, в том плане, что я для себя открыл, что когда улыбаешься, мир по-другому, ну, то есть ты как будто бы реально одеваешь другие очки, да, и мир воспринимается по-другому, ты начинаешь замечать какие-то хорошие вещи, потому что когда, ну, например, я не улыбаюсь, я автоматически начинаю замечать только негативное, да, это даже вот у меня, как у христианина, да, отслеживается, да, и поэтому у меня сегодня такая просьба, давайте будем улыбаться, сегодня у нас радостный псалом, у нас сегодня радостное служение, очень много будет о радости, да, и просто, вот, знаете, вот, я верю в то, что у Иисуса Христа есть большое желание, чтобы вот на этом месте было столько радости, чтобы люди хотели сюда приходить, скажи на это аминь, потому что когда, хорошо там, где много радости, да, хорошо там, где праздник, хорошо там, где брачный пир, а мы на брачном пире уже, да, что Иисус Христос, Он нас выбрал в качестве невесты, поэтому будем радоваться и веселиться во все дни наши. Псалом 89, 14. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом, без тревоги воспевайте вы в сердцах. Как слепые в тьме греховной мы бы встали без путей, свет небесный, свет духовный дал нам зрение для очей, если в скорби и искушения попустил на нас Господь, вера сильна все сомнения, и печаль в нас поворот. Пусть средь бурьи испытания в тайных помыслах сердец, твердо будет упованье, с нами Бог благой Отец. Радость наша совершенна от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом, без тревоги воспевайте вы в сердцах.